Экономическому росту требуется модель и экономическому росту требуется модель и Минэкономики все еще ищет способы разогнать темпы увеличения ВВП 35. Газета «Коммерсант» номер 88 от 24 мая 2019 года, строение 2 Модель экономического роста, которая способна разогнать темпы увеличения российского ВВП до уровня, необходимого для вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира, пока окончательно не сформирована Такое признание глава Минэкономики Максим Орешкин 23 мая сделал на расширенном заседании коллегии ведомства Для ускорения темпов роста требуется существенное усиление инвестиционной активности, нынешних 4% прироста инвестиций для этого недостаточно Среди предложенных рецептов – дебюрократизация экономики, повышение результативности инвестиций госкомпании и развитие конкурентной среды Расширенное заседание коллегии Минэкономики, по признанию главы ведомства Максима Орешкина, стало самым коротким за историю министерства Он объяснил это попыткой отойти от шаблонов и желанием действовать неординарно Возможно, впрочем, что часть и краткость мероприятия объяснялась еще и отсутствием на нем первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Это не означает, что между министрами плохие отношения, как это иногда бывает в жизни, заверил глава правительства Дмитрий Медведев Он сообщил, что первого вице-премьера нет, поскольку он получает госнаграду Вероятно, премьер говорил о прошедшем в Кремле вручении наград президентам Официальной информации о награждении Антона Силуанова 23 мая не было Дмитрий Медведев обратил внимание на изменения экономической риторики Если еще несколько лет назад в выступлениях регулярно звучало слово «кризис», то теперь идут дискуссии на тему создания условий для устойчивого экономического роста с темпом свыше 3% для вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира Напомним, задачу ускорения экономического роста до темпов выше среднемировых Владимир Путин поставил правительству еще в 2014 году Тогда говорилось о достижении этой цели в течение 3-4 лет К концу этого срока правительство допускало, что достичь этой цели можно будет уже в 2019-2020 годах Однако, как признал Максим Орешкин, модель экономического роста, которая позволит это сделать, пока окончательно не сформирована Чтобы добиться высоких и устойчивых темпов роста, констатировал министр Необходимые усилия по повышению инвестиционной активности и качества инвестиций, нынешнего роста инвестиций на 4% для решения задачи недостаточно Снижение ВВП в первом квартале поддержал спад оптовой торговли Главная цель по этой части – достижение доли валового накопления основного капитала уровня 25% ВВП По словам Максима Орешкина, решать проблему необходимой сразу с двух сторон – спроса и предложения Среди задач на стороне предложения – снижение административных барьеров и дебюрократизация экономики Повышение результативности бюджетных программ и инвестиций компаний с госучастием На стороне спроса главное не потерять тренд на увеличение доли инвестиционных расходов в бюджете, отметил премьер Также в числе названных 23 мая рецептов обеспечения необходимых темпов роста, развития конкурентной среды Речь, в частности, идет об ограничении присутствия государства в лице унитарных предприятий на конкурентных рынках, а также о продолжении перевода приватизации в электронную форму Последнего Минэкономики добиваются для борьбы с непрозрачным распоряжением государственным и муниципальным имуществом Ранее реализация электронной приватизации на федеральном уровне не привела к ее распространению на субъекты РФ и муниципалитеты Согласно принятому Госдумой закону, с 1 июня электронные торги станут обязательными при приватизации регионального и муниципального имущества Среди способов его продажи перечислены аукцион, продажа акций ООО, долей в уставном капитале ООО и объектов культурного наследия на конкурсе Продажа посредством публичного предложения и продажа без объявления цены Возможность же проведения торгов с закрытой формой подачи предложения о цене в конвертах будет исключена 22 мая было опубликовано и постановление правительства, утверждающие дополнительные требования к организаторам таких продаж Электронным торговым площадкам, на которых сейчас размещается газзаказ по 44 ФЗ, 8 универсальных и 1 специализированная площадка для газобранзаказа В рамках электронной приватизации они обязаны будут обеспечить бесплатную возможность поиска любыми лицами предлагаемых государством активов Регистрацию потенциальных покупателей введения отчетности о торгах Евгения Крючкова, Олег Сапожков Регистрация Крючков Регистрация